В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Началось благоустройство набережной Малого Тарычевского пруда. Водолазы сейчас обследуют дно водоема для составления карты глубин и мест закручивания сваи. В жилом комплексе первый квартал активными темпами идет строительство школы на 1675 мест. В июне у нас задача завершить сборный каркас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все работы проводятся за счет внебюджетных источников финансирования. Проектом предусмотрены пешеходные дорожки над поверхностью воды, сделанные из террасной доски, прогулочные тропы на берегу из бетонной плитки, современные детские и спортивные площадки, зона для кафе и проката, уличное освещение. Новый проект благоустройства предусматривает всесезонное использование природной зоны. В настоящее время идут работы не только на прилегающей территории, но и по подготовке водного объекта к строительству. Водолазы сейчас обследуют дно водоема для составления карты глубин и мест закручивания сваи. Плюс они очищают дно от мусора, потому что мусор скопилось за время бесхозного состояния этого пруда очень большое количество. Напомним, что в 2020 году администрация Ленинского городского округа провела опрос жителей. Основываясь на пожеланиях горожан, был подготовлен данный проект. Работы по благоустройству малого Тарычевского пруда завершат в ноябре 2024 года. В жилом комплексе «Первый квартал» в деревне Сопронова продолжается строительство школы на 1675 мест. На данный момент готовность проекта составляет 40%. Все работы идут в соответствии с графиком. На данный момент школа в жилом комплексе «Первый квартал» завершена на 40%. В ней проведены работы по подготовке фундамента и технических помещений. Сейчас идет монтаж железобетонного каркаса. Производятся работы по обустройству инженерных систем. В июне у нас задача завершить сборный каркас, именно сам каркас школы. Все будет полностью закончен. Ну и, соответственно, продолжать те работы, которые уже мы начали. Это инженерные сети вентиляции, отопление, слабые токи, электрика. Здание будет иметь нетипичную форму для общеобразовательных учреждений. У школы переменная высотность. Этажность варьируется от трех до пяти этажей. Из-за этого у объекта будет односкатная крыша. Это связано с особенностями рельефа, конкретно этой местности. Если обратить внимание, у нас часть, которая выходит к жилому комплексу, она на возвышенности находится. И архитекторы применили такой прием, чтобы сгладить все это. Будет построен мост, и центральный вход будет осуществляться со второго этажа. Площадь объекта составляет 27 тысяч квадратных метров. На территории для учащихся будут установлены стадион и спортивные тренажеры. Строительство планируется завершить в декабре текущего года. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Пять лет на территории Ленинского городского округа существует сообщество «Нежный бизнес». Оно создано для обмена идеями, помощи, поддержки и консультации представителей малого и среднего предпринимательства. И этому в немалой степени способствуют нетворкинги, где не только обсуждаются насущные проблемы, но и завязываются новые полезные знакомства. Очередная встреча прошла в небольшом кафе в микрорайоне «Зеленой аллеи». Тот случай, когда в тесноте, да не в обиде. В программе выступления специалистов в области развития и масштабирования бизнеса. Особое внимание к выступлению Надежды Корисаловой. Она экс-президент крупного банка, экс-министр инвестиций и промышленности науки Подмосковья, владелица нескольких бизнесов. Какая мера поддержки вашего бизнеса доступна или какая мера поддержки вам возможна, вы даже понять иногда не можете. И вот как раз через сообщество вы можете действительно объединиться и вот на таких нетворкингах ту или иную тему обсудили. Подобные нетворкинги проводятся ежемесячно. На этот посвящен Дню предпринимателя и основная тематика встречи – федеральные, областные и муниципальные меры поддержки представителей малого и среднего бизнеса и способы масштабирования собственного дела, в том числе и за счет помощи коллег. У нас очень много совместных проектов. Девушки практически всегда находят друг друга, поддерживают друг друга. И основная история у нас в сообществе и ценность нашего сообщества – то, что мы не конкуренты в одной области, если мы работаем, а мы, наоборот, поддерживаем друг друга и дополняем. Вход на подобные нетворкинги всегда свободный. Руководители медучреждений округа ответили на волнующие жители вопросы. Очередная встреча с населением прошла в историко-культурном центре города Видное. О том, какие темы поднимались во время диалога о здоровье, расскажем в нашем следующем сюжете. У жителей Ленинского городского округа всегда найдутся вопросы к медработникам, поэтому встречи с руководителями учреждений здравоохранения всегда востребованы. Ведь во время такого диалога можно получить информацию из первых уст. В учреждении уже почти трех месяцев наши доктора ездят еще и по территориям на встречи. Там и встречи проходят в учреждении медучреждений. Поэтому у себя на территории свидетельственной информации, в своей поликлинике, в своем файле свидетельственной информации. Теперь эти встречи проходят еще и выездные туда, на территорию, не только здесь у нас в центре города. Жительница микрорайона усадьбы Суханова Елена Клюкина отмечает, что в ходе таких мероприятий ей удалось решить много вопросов. Сейчас я занимаюсь тем, что мы договорились с работниками нашего здравоохранения, что они в определенный день приедут, будут готовлены наши жители и сдадут кровь. Причем нам пообещали общий клинический анализ и глюкозу у людей проверить. Это будет такой экспериментальный вариант, чтобы мы потом разместили везде в соцсетях. Многих участников встречи интересовал график приема стоматологической поликлиники. Сколько времени по установленным правилам оказывает услугу врач на одного пациента. Среднее взято время на лечение у определенных врачей. Врач-терапевт до 30 минут, стоматолог в общей практике 25 минут, стоматолог-хирург 18 минут на прием одного пациента. В детской стоматологии там 23, тоже 20 и 18 хирургий. По тому, что определенное среднее время выведено на прием пациента, это приказ на здравоохранения. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Видновской клинической больницы проинформировал собравшихся об итогах диспансеризации в округе. За первое полугодие профилактическое обследование прошли 37 тысяч человек. Также Тимур Осанов пригласил жителей на мероприятия, посвященные Дню защиты детей. С 31 мая по 3 июня включительно в честь Дня защиты детей на территории наших подразделений амбулаторно-поликлинических и стационарных пройдут те или иные мероприятия с развлекательной программой. Развлекательные программы для наших маленьких пациентов, в том числе самые основные мероприятия будут в детской поликлинике на ПЛК-36К. Мероприятие будет не только развлекательное. В этот момент, в эти дни можно будет также пройти профилактический осмотр несовершеннолетних. Максимально быстро, удобно и комфортно. В ходе встречи поступило много обращений, с которыми удалось разобраться на месте, а остальные взять на контроль для дальнейшего решения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в продолжении темы. Сегодня у нас в гостях Зарема Тен, руководитель Центра медицинской профилактики, общественного здоровья в Видновской клинической больнице. И наша встреча посвящена Всемирному дню борьбы с курением. Зарема, здравствуйте. Рада снова видеть вас в нашей студии. Расскажите, есть ли какая-то статистика в нашей стране о людях, подверженных этой вредной привычке? Да, безусловно, это очень важная тема. И подсчет тот или иной пациентов, граждан, которые курят или употребляют табак, ведется регулярно, каждый год. Во всем мире вообще, в принципе, давно уже борются с этой проблемой и ведут обязательно статистические данные. Вот если на весь мир это 1,3 миллиарда человек, то есть просто вдуматься надо, у нас всего 8, и 1,3 из этих людей, и они курильщики. Получается, на конец 23-го года, начало 24-го, это 22,4 миллиона человек. Если сравнить, допустим, со статистикой 5 лет назад, есть тенденция к снижению. Мы считаем людей, которые конкретно указывают, что они употребляют табачную продукцию. К сожалению, большинство людей, которые употребляют электронные сигареты или электронные кальяны, они не считают это курением. И то есть они приходят даже элементарно на тот же осмотр, диспансеризацию к врачу, и там есть всегда в анкете вопрос, курите ли вы? Они всегда пишут нет. И мы понимаем, что человек как бы, да, он сигареты не курит, но он выбрал альтернативу для них. В целом для организма это совершенно не лучшая альтернатива. Не так давно, буквально, мне кажется, год назад, наша коллега, заведующая отделением профилактики города Видное, Лариса Владимировна Соловьева, выступала для телеканала Вести. Мы выпускали репортаж о том, как одна из пациентов проходила полное медицинское обследование, в том числе и легочной системы, потому что она употребляла с 18 лет электронные сигареты и электронный кальян. И вот мы, наверное, не сильно были удивлены, а вот девушка, которая проходила это обследование, она, конечно, была удивлена, когда ей сообщили, что на таком обследовании, как спираметрия, это где измеряется функция внешнего дыхания, это когда мы узнаем, насколько легкие у пациента выполняют свою полноценную функцию, то есть какой объем воздуха, нормальный ли он циркулирует. Вот есть различные показатели. И что выяснилось? Смотри, получилось так, что у девушки легкие, как будто вот она, ну так лет 10 уже курит обычные табачные изделия. То есть к какому выводу мы приходим? То, что, ну, хоть и говорят, что как бы Айкос это более безвредная вещь, или что электронные кальяны, они не несут никакого вреда, это там происки конкурентов, которые выпускают табачные изделия, это вовсе не так. То есть мне, как медику, прям вот 100% понятно, что все-таки вред от этого есть. А для окружающих электронные сигареты также вредны, как обычные? Если мы говорим о пассивном курении, ну, если это замкнутое пространство, закрытое, то да, в любом случае тот, кто находится рядом, он подвержен пассивному курению. Он вдыхает вот эти вот пары. И, кстати, вот на чем основана, да, вот эта вот якобы безопасность Айкос и других сигарет, что они не производят дыма. То есть это внутреннее сгорание, которое потребляет только тот, кто потребляет. Безусловно, может быть, за счет того, что сильного задымления нет, окружающие не сильно страдают, но конкретно сам человек страдает. Если мы говорим именно о пассивном курении, то да, обычные сигареты для внешних, те, кто окружает людей, они, конечно, вреднее. По статистике, люди, которые курят и которые имеют хроническое заболевание, оно у них протекает хуже в 4 раза. Пациенты не доживают 5 лет жизни. Ну, то есть ты куришь 10 лет, и тем самым ты ограничиваешь свою жизнь на 5 лет. То есть это при условии, что у тебя есть, конечно, какое-то хроническое заболевание, но если ты не имеешь его, то же самое повреждается легочная ткань, повреждается эндотелий сосудов. Ты не просто не болеешь и куришь, ты куришь и приводишь себя к этому состоянию. Если у некурящего возможность более позднего заболевания, то у курильщика она приближается. Любой курящий, ну, конечно, усиливает свое заболевание в разы. Если мы говорим с точки зрения влияния никотина и никотиносодержащих продуктов на женский организм, то тут, к сожалению, страдает репродуктивная система и еще очень серьезно страдает наша красота. То есть это влияние на кожу, потому что токсины, потому что идет гипоксия, нарушение оксигенации организма, влияние на волосы, они становятся более тусклые, они быстрее выпадают. Зарема, а вообще какие-то проводятся мероприятия, не только приуроченные ко дню борьбы с курением, но и в течение, наверное, всего года? Да, конечно. У нас касаемо именно профилактики курения очень много различных направлений. Мы работаем и с школьниками, мы работаем с учащимися колледжей, сотрудниками других организаций, с внутренними сотрудниками. То есть у нас есть корпоративная программа, которая позволяет нам проводить встречи с участием психологов, внутренних сотрудников, ну, так сказать, уговаривать их вести более правильный образ жизни. То же самое с пациентами. У нас есть, работают психологи. Если вдруг кто-то решил бросить курить, а это ведь не так просто, на самом деле, пока сам человек вот 100% для себя не решит, он не бросит курить. Если кого-то что-то беспокоит, он может обратиться за медицинской помощью, сказать, я хочу курить, бросить курить, я хочу, вот помогите мне, ну, мы поможем. Спасибо большое за информацию, Зарема. А я напоминаю, что у нас в гостях была Зарема Тен, руководитель Центра медицинской профилактики общественного здоровья Видновской клинической больницы. В рубрике «Афиши» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. День защиты детей стартует в Центральном парке города Видное в 11.00. В программе спортивная игровая программа, мастер-классы, интерактивные площадки и квесты. Приходите всей семьей. Также праздничная концертная игровая программа состоится в субботу на Литературном бульваре «Один» в жилом комплексе «Пригород Лесное» начало в 12.00. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки пройдет первенство Ленинского городского округа по мотокроссу. Открытие соревнований 1 июня в 12.00. Болеем за наших спортсменов. А в Доме культуры поселка Петровская в 17.00 в субботу состоится показ мини-спектаклей театральной студии «Волшебная сказка» руководитель Юлия Казарова. Проведите свои выходные интересно и с пользой. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин